Меня зовут Рик Реннер, и это зал собрания нашей замечательной церкви «Благая весть», старшим пастором которой я являюсь. Для меня большая честь стоять за этой кафедрой каждое воскресенье, проповедовать и учить людей Божьему Слову, тех людей, которые ходят в нашу церковь. И когда люди принимают спасение, они серьезно подходят к этому вопросу. Уверовав, люди рассказывают об этом, говоря «я покаялся». Для них это настоящий поворотный момент в жизни. Именно о таком покаянии мы читаем во второй главе книги «Деяний». Петр проповедовал Евангелие в день Пятидесятницы, и за один день три тысячи человек обрели спасение. И после того, в последующем, еще больше людей пришло к вере. Читая вторую главу книги «Деяний», мы видим, что все новообращенные всецело посвятили себя учению и проповеди Слова, поклонению, общению, преломлению хлеба и пожертвованию. Они жертвовали каждый день, жертвовали так много, что среди них не было ни одного нуждающегося, потому что каждый верующий был щедрым в своем даянии. Вы знаете, Бог щедр по отношению к щедрам. Если вы щедры, Бог проявит свою щедрость к вам. В Библии сказано «давайте и дастся вам». Если вы посеете скупо, то скупо и пожнете. Если посеете щедро, то и жатва будет обильной. Бог щедр по отношению к щедрам. Если вы хотите иметь избыток, то вам нужно быть верующим, который готов жертвовать. Подлинная жертвенность – ключевой компонент в жизни успешного христианина. Об этом я хочу поговорить с вами сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я очень рад, что сегодня вы со мной. Мы продолжаем говорить о щедрости. Мы должны быть щедры для того, чтобы Бог являл нам свою щедрость. Бог щедр по отношению к щедрым, и мы начали говорить об этом в прошлый раз. И общей темой наших передач являются 10 качеств, которыми нужно обладать, чтобы быть и всегда оставаться сильным, утвержденным и зрелым верующим. Каждой из этих передач я сравниваю жизнь с процессом приготовления пирога. Для приготовления пирога вам нужно использовать все необходимые части – соду, разрыхлитель, яйца, сахар, муку. И если все эти компоненты правильно смешать, то получится пирог, который останется только украсить. Если забудете положить яйца, провал обеспечен. Без сахара не будет нужного вкуса. Без соды или разрыхлителя пирог не поднимется – вы потерпите фиаско. Пирог – это процедура для успешного осуществления, которой потребуются все ингредиенты, согласно рецепту. И это очень похоже на нашу жизнь. И я определил 10 важнейших качеств, которые должны быть своего рода составляющими шагами жизни сильного, утвержденного и зрелого верующего. Их 10. И всеми ими нужно обладать. И каждой из них необходимо сделать важной частью своей жизни. Этой теме посвящены мои аудиопрограммы «10 принципов сильного верующего», состоящие из 15 частей. Это полноценный практический курс, который будет очень полезен для вас. Ему прилагается замечательное учебное пособие, и там подробный разбор греческих, еврейских слов, их определения, библейские стихи, тезисы, принципы – все, о чем мы говорим в этих передачах. По этим программам можно заниматься лично, с друзьями, которым вы помогаете расти, в домашней группе. Замечательный курс, в основе которого лежат эти передачи. Прочту аннотацию. Никто не хочет потерпеть в своей жизни фиаско, поэтому нужно стараться обладать всеми качествами, чтобы вы стали такими, какими Бог замыслил вас. В наших аудиопрограммах мы рассказываем о 10 основных составляющих, которые нужны вам, чтобы быть сильным верующим по замыслу Бога. Я знаю, что вы хотите этого. Даже не сомневаюсь. Я молюсь за вас каждый день. Молюсь о том, чтобы вы слышали Божье Слово и были не слышателями только, но и делателями. Этот цикл аудиопрограмм поможет вам понять и выполнить услышанное. Скачайте бесплатно уже сегодня. Также мы предлагаем вам подписаться на мои ежедневные видео ободрения. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка, зачитываю своих книг, содержащих исследования более тысячи слов, которые помогут вам глубже понимать Божьи Слово. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Эти видео можно смотреть каждый день. Они короткие, и в них простым и понятным языком объясняется значение греческих слов из Нового Завета. И Писание буквально оживает в вашем сердце и в вашей жизни. Укрепляется ваша вера. Ведь вера от слышания и от слышания от Слова Божьего. Ежедневное погружение в Божье Слово принесет плоды. Подпишитесь на бесплатную рассылку в видео ободрении «Драгоценные истины из греческого языка» на нашем сайте ignc.org. И я уверен, что они станут для вас благословением. Сегодня же мы продолжим с того места, на чем остановились в прошлый раз. Мы говорим о жертвенности, о щедрости. И в прошлой передаче мы заложили основания для понимания этого крайне важного качества, которым необходимо обладать каждому христианину. Давайте сделаем краткий обзор того, о чем мы говорили. Мы узнали, что когда Бог касается сердца, человек становится щедрым. Жертвенность – один из признаков того, что Бог действует в жизни верующего или целой церкви. В книге Деяний, 2 главе, 46 и 47 стихах. В одном из переводов Библии этот стих звучит так. «Они каждый день поклонялись Богу в храме и собирались по домам для вечеря Господней. Делились пищей с большой радостью и щедростью». Бог касался верующих. И когда они испытывали Божьи прикосновения, их сердца открывались, и открывались их кошельки, и они начинали проявлять щедрость. И далее сказано, «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, и каждый день Господь прилагал к их собранию спасаемых». Они становились очень щедрыми, когда Бог прикасался к ним. «Щедрость» всегда признак того, что Господь действует в сердце человека. Апостолы научились щедростью у Иисуса. Они всему научились у Него. И вначале они назывались учениками, греческое слово «мотетес», то есть теми, кто всецело посвятил себя следованию учению и примеру жизни своего наставника. Будучи учениками Иисуса, они слушали Господа, повиновались Ему, следовали за Ним и брали от Него все, что могли. Они старались повторить все, что Он делал. Исцеляли, как Он. Изгоняли бесов, как Иисус. Проповедовали по Его образцу. Они стремились воспроизвести все, что совершал Иисус. Господь много говорил о финансах. Он очень часто учил о финансах. В служении Иисуса можно было многому научиться в отношении денег и распределении ресурсов для оказания помощи людям и поддержки служению Божьему Царству. Об этом сказано в Деяниях 10.38. Вероятнее всего, вы хорошо знаете этот стих. Как Бог, Духом Святым и Силою, помазал Иисуса из Назарета. Всем нам знакомы эти слова. Дальше сказано. И Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Обратите внимание на союз И. Благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Благотворя и исцеляя разные вещи. Два разных действия. Благотворить и исцелять. Те, кто был обладаем дьяволом. И одно из этих действий относилось к категории сверхъестественного. Другое — категории естественного. Благотворить в данном случае значит использовать финансы для оказания помощи тем, кто попал в трудное положение. Откуда я это знаю? Благодаря значению, использованного здесь греческого слова. Глагол «благотворить» имеет конкретное значение. Оно может означать только одно, и его нельзя истолковать двусмысленно. Благотворить значит творить благо, добро. Этим словом также называют благотворитель или филантропа. Того, кто занимается благотворительностью, оказывает финансовую поддержку благотворительных проектов, использует свои финансовые ресурсы для восполнения материальных нужд людей, попавших в виду. Это слово использовали только в отношении продуктов питания, одежды или других вещей, связанных с физическими или материальными потребностями. Это значит, что Иисус служил не только сверхъестественными дарами, возлагая руки на больных, изгоняя бесов и исцеляя всех, кто обладал дьяволом, но и в весомая доля служения Господа была отведена благотворительности. Он использовал финансы для восполнения материальных нужд тех, кто был в сложной ситуации, обеспечивал одеждой, питанием. И хотя мы не знаем, чем конкретно они служили нуждающимся, Слово, которое использовано здесь, ясно говорит о том, что Иисус помогал финансами. Всем было известно, что Он хорошо и правильно распоряжался финансами. И Иисус управлял деньгами надлежащим образом. Он был щедрым. Вот что это означает. Иисус много говорил о деньгах. Мой любимый стих об отношении Иисуса к деньгам. В Евангелии от Матфея 6, 21. Мы читали его в прошлый раз. Послушайте еще раз. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Вдумайтесь в эти слова. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это довольно обличающий стих, потому что, согласно словам Иисуса, как мы распоряжаемся деньгами, на что мы их тратим, куда вкладываем, куда жертвуем, говорит о состоянии нашего сердца. Совсем нетрудно понять, что у вас на сердце. Нужно просто проследить. На что тратятся ваши деньги? Куда уходят ваши деньги? Финансы расскажут обо всем. Иисус ясно сказал, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Сердца первых христиан принадлежали Царству Божьему. Поэтому их сердца и кошельки были открыты. Они приносили свои сокровища в Царство Божие. Об этом мы уже говорили ранее. Так сказано во второй главе книги «Деяний». Это прекрасно. Бог действовал в их сердце. Они раскрывали кошельки и отдавали все, пока среди них не осталось нуждающихся. В прошлый раз я задал вам три вопроса, которые я задам сегодня снова. Что именно ваши финансы говорят о вашей любви к Господу? Деньги раскрывают правду. Второй вопрос. Что ваши финансы говорят о вашей любви к Церкви? Если вы не жертвуете в своей Церкви, вы не любите свою Церковь. Деньги говорят правду. Третий вопрос. Что ваши финансы говорят о вашем духовном состоянии? Ведь если Бог коснулся вас, и ваше сердце открыто для Него, вы будете щедрыми. Если вы скупы и не жертвуете, то это многое говорит о вашем духовном состоянии. Понимаете, насколько все это важно? Щедрость – очень важное качество. В ранней Церкви в избытке происходили чудеса, знамения. Действовала Божья сила, люди обретали спасение. И поверьте, друзья, все это связано с щедростью верующих, потому что Бог щедр по отношению к щедрому. Когда люди проявляют щедрость, начинает действовать Божья сила, и происходят чудеса. Запомните, Бог щедр по отношению к щедрому. Я всегда говорю это самому себе, своим сыновьям, своей Церкви. Я непрестанно это повторяю. Бог щедр по отношению к щедрому. Мы хотим, чтобы Бог был щедр к нам. Тогда и нам нужно быть такими, потому что Бог щедр щедром. И сегодня я хочу обратиться к Ветхозаветной книге пророка Малахии и рассмотреть, что там написано о даянии. Эти слова не просто слышать. Но они очень важны. Если вы хотите быть благословенным и избежать проклятий в финансовой сфере, вы должны понимать, что Бог говорит в книге пророка Малахии. Давайте вместе прочитаем 7 по 14 стих 1 главы. Бог обращается к израильскому народу. «Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб». То есть их жертва была негодной и неприемлемой. И говорите, «Чем мы бесславим тебя?» Тем, что говорите, «Трапеза Господня не стоит уважения». Что это значит? Вместо того, чтобы жертвовать с радостным сердцем, они делали это с недовольством, приговаривая, «Как же это трудно!» «Как я не люблю жертвовать!» «Как мне сложно!» И Бог слышал все эти разговоры, и Бог знал, о чем они думали, и Бог сказал, «Я знаю, что у вас на сердце». Вы говорите, что вам трудно, что вам тяжело жертвовать. Вы жертвуете с неудовольствием и говорите, что трапеза Господня недостойна уважения. У вас неправильное состояние сердца. Восьмой стих. «Когда вы приносите в жертву слепое, не худо ли это?» «Приносите хромое, больное, не худо ли это?» «Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя», говорит Господь Саваоф. Иными словами, Бог говорит, «Такое подношение вы не посмеете сделать даже местному властителю, вы не предложите этого даже человеку, а мне предлагаете?» «Вы приносите мне слепое, хромое, а вы попробуйте предложить все это кому-нибудь и посмотрите, будет ли он доволен». Десятый стих. «Лучше кто-нибудь из вас запер бы дверь, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Бог говорит, «Если вы этим хотите оказать мне честь, хотя на самом деле скорее это бесчестие, то лучше прекратите приносить жертвы вообще и просто закройте двери храма. Даже не приходите сюда. Вы бесчестите меня, и это ужасно». Одиннадцатый стих. «Ибо от востока солнце, до запада, велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фемиам имени моему. Чистую жертву, велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Следующий стих. «А вы, вы, те, кто знает меня лучше других, хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная». Бог говорит, «Даже язычники чтут меня, а вы, мой народ, приходите ко мне с недовольством, приносите мне неугодные жертвы, скверные приношения, в них нет ничего подобающего. Просто закройте двери и не появляйтесь здесь, если собираетесь приходить сюда с таким сердцем». Тринадцатый стих. «Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли я с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь?» Четырнадцатый стих. «Проклят лживый». Проблема была в том, что они лгали. Проклят лживый, у которого в стадии есть неиспорченный самец. «И он дал обед, а приносит в жертву Господу поврежденное, ибо я, царь великий, и имя мое, страшного народу». Беда была в том, что люди говорили, что дадут лучшее, а приносили худшее, и Бог говорит, «Вы лжецы». Вы говорите, что принесете мне самое лучшее, а приносите хромое, слепое, больное и скверное. У вас есть то, что вы можете пожертвовать, но вы этого не делаете, и Бог говорит, «Поэтому вы прокляты». Теперь давайте посмотрим, что сказано в Малахии 3 главе с 7 по 11 стих. «Со дней отцов ваших, вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам», говорит Господь Саваоф. «Вы скажете, как нам обратиться? Как нам обратиться к тебе? Как вернуться к тебе Божьим?» И Бог отвечает на этот вопрос в 8 стихе. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем мы обкрадываем тебя?» И Бог отвечает ясно и четко. «Вы обкрадываете меня десятиную и приношениями». Позвольте спросить, нужны ли Богу ваши деньги? Нет. Ему нужно ваше сердце. Иисус сказал, «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это была в большей степени духовная, нежели финансовая проблема. Богу были нужны не деньги, Ему были нужны их сердца. И Он сказал, «Вы неправильно поступаете со своими финансами». Это говорит о вашем духовном состоянии. «Вы обкрадываете меня, словно воры». И люди спрашивали, «Как нам все сделать правильно?» И Бог отвечал, «Принесите мне ваши финансы». Почему? Потому что, когда люди вкладывают деньги в Царство Божье, их сердце следует за деньгами, а Богу нужны сердца людей. стих 9. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Послушайте 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Суваоф, «не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли я на вас благословений до избытка». Бог так милостив и благ. И Он сказал, «Если вы сделаете то, что должны, принесете десятины приношения, я прошу у вас, самое простое, если вы обратитесь ко мне в финансовой сфере и будете жертвовать деньги, обратитесь ко мне всем сердцем, вернитесь в церковь, в Царство Божье, в служение, и если вы правильно поступите, то я, говорит Бог, открою окна небесные, окна небесные». Подобные окна много раз упоминаются в Ветхом Завете, и каждый раз, когда они открывались, через них изливалось изобилие. Например, в Библии сказано, что во дни Великого Потопа окна небесные отварились, и дождь беспрестанно лился на землю. Кто сможет измерить, сколько тогда воды вылилось сквозь небесные окна? Просто подумайте об этом. Бог же говорит, что если ваше сердце будет в правильном состоянии, если вы правильно поступите со своими финансами, если вы откроете свое сердце и станете щедрыми, если вы принесете свои десятины, приношения, если вы все сделаете правильно, то ваша жертва откроет окна небесные, изобилие и зальется сквозь эти окна в вашу жизнь. И я всегда говорю, что наше пожертвование и наше послушание это ключ от окон небесных. Пока вы не жертвуете, окна будут закрыты, но когда вы жертвуете, да буквально отпираете окна небесные, и Божье изобилие изливается в вашу жизнь. И это удивительно. Но еще большее благословение описано в 11 стихе. Бог говорит, «Я для вас запрещу пожирающим». Это значит, что когда мы раскроем свои руки, свои ладони и будем жертвовать, Бог откроет свои уста и запретит дьяволу. Если у человека жертвенное сердце, Бог прикажет врагу, «Убирайся из его жизни, я запрещаю тебе причинять ему вред». Когда ваша ладонь открыта, чтобы жертвовать, Бог открывает свои уста и запрещает пожирающему вредить вам. Это замечательно. А как Иисус относится к пожертвованиям? Об этом говорится в Евангелии от Луки, 21 глава, с 1 по 4 стих. «Иисус, взглянув же, увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу». Глагол «увидеть» очень важен. Он означает «наблюдать», «испытывать». Иисус не просто смотрел за тем, сколько люди клали в сокровищницу. Иисус наблюдал за тем, как, с каким отношением они это делали, с почтением ли, с верой ли, поклонялись ли они в сердце. Иисус видел, что ничего этого не было. Люди просто бросали приношения в коробку, порой небрежно. Это было простым исполнением обязанностей. Иисус смотрел не на то, что клали. Он наблюдал за тем, с каким отношением они это делали. стих 2-й. «Увидел так же и бедную вдову, положившую туда две лепты». В греческом тексте сказано, что она с почтением положила две лепты. Ее пожертвование было мизерным по сравнению с подношением богатых, но ей это дорогого стоило, потому что у нее не было больше денег. Она принесла свою жертву с благоговением в сердце. Иисус смотрел не столько на сумму, сколько на отношение вдовы. Для нее эти две лепты были огромной суммой. То, что жертвовали богатые, им ничего не стоило, они просто кидали деньги, проходя мимо. Но эта бедная вдова принесла две лепты, большую сумму для нее, и с почтением положила их в Божью сокровищницу. Иисус, впечатленный этим, привлек внимание всех и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, эта бедная вдова положила больше всех». В греческом тексте говорится, что она положила больше всех вместе взятых. Здесь дело не в сумме, а в том, что для нее это была великая жертва, принесенная с благоговением в сердце. Четвертый стих. «Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Понимаете, насколько важно, что мы даем и как мы жертвуем. Когда мы подходим к пожертвованию с правильным сердцем, это заставляет Иисуса остановиться и обратить внимание на нашу жертву. Щедрое сердце и готовность жертвовать очень важны, если мы хотим, чтобы Божья сила действовала в нашей жизни. Бог щедр по отношению к щедрому. Никогда не забывайте об этом. Это то качество, которым мы обязательно должны обладать. Я скоро вернусь. Чтобы испечь пирог, вам потребуются конкретные ингредиенты. И когда все необходимое замешано правильно, вы получите желаемый вкус. Но если упустить хоть один ингредиент, то все может закончиться печально. Также и в жизни для каждого из нас важны духовные составляющие, для жизни в непоколебимой и твердой вере. В серии «Учения 10 принципов сильного верующего» Рик Реннер освещает 10 качеств, необходимых для каждого утвержденного верующего. Скачайте бесплатно цикл аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего» на нашем сайте ignc.org. Это учение поможет вам усовершенствовать свою молитвенную жизнь, научиться ходить в святости и применять духовную власть, данную вам Богом. Также подпишитесь на ежедневные видео ободрения драгоценной истины из греческого языка. В них Рик Реннер раскрывает бесценные сокровища, которые хранит Божье Слово и учит нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Просматривая драгоценные истины, вы найдете глубокий анализ более тысячи греческих слов. Это вдохновит и утвердит вас на пути познания того, что Бог приготовил для вашей жизни. Подпишитесь на ежедневные видео ободрения драгоценной истины из греческого языка. Эти уникальные инструменты для исследования Писания расширят ваше понимание библейских истин. Изучая подлинные значения слов из Нового Завета, вы обретете настоящие сокровища, содержащиеся в Божьем Слове. Не пропустите эту возможность подписаться на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка» на сайте ignc.org Здравствуйте, меня зовут Джо Лореннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает восстанавливать жизнь людей, находящихся в зависимости. По всему миру мы наблюдаем эпидемию наркомании. Возможно, вы тоже знаете кого-то, находящихся в плену алкогольной или наркотической зависимости. Человеку очень нелегко выбраться из порочного круга зависимости. Благодаря щедрым пожертвованиям наших партнеров мы поддерживаем работу нескольких христианских реабилитационных центров, где людям помогают восстанавливаться на работе. Предоставляется медицинская помощь. Благодаря вашим пожертвованиям мы видим, как выздоравливают больные гепатитом С, восстанавливаются разрушенные семьи и отношения. А те, кто был в плену в зависимости от наркотических веществ, получают свободу и возвращаются к нормальной жизни. Все это стало возможным только при поддержке наших драгоценных партнеров. Но все еще так много людей нуждаются в нашей помощи. Прямо сейчас вы можете помочь ребенку вновь обрести своего отца или матери, увидеть возвращение своего блудного сына. Ваши пожертвования совершают великие дела, ведь эти люди так нуждаются в вашей помощи. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт igc.org. С вашей поддержкой мы можем внести значимые перемены в жизни многих людей. Послание к филиппийцам, 4.19. Апостол Павел обращается к церкви в Филиппах, откуда незадолго до этого ему передали щедрое пожертвование на дело служения. Вот как Павел отвечает на это. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Я знаю, что многие часто цитируют этот стих. Когда человек испытывает потребность в финансах, он говорит, «Пусть мой Бог восполнит мою нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом». Я уверен, что Бог это делает, но если внимательно читать эти слова, становится ясно, что они относятся не ко всякому верующему. Этот стих дан тем, кто жертвует. Павел адресно написал церкви Филиппа, которая передала ему весомое пожертвование. Он обратился к тем, кто искренне жертвовал. «Вы совершили прекрасное дело, и поэтому теперь мой Бог восполнит все ваши нужды по богатству своему в славе Христом Иисусом». Это означает, что когда мы щедры по отношению к Богу, Он являет свою щедрость нам. Поэтому нам лучше быть щедрыми. Понимаете, насколько это важно? И я молюсь о том, чтобы этот компонент был в вашей жизни. Бог хочет, чтобы вы были щедрыми. Если вы не были даятелем, станьте им. Начните сегодня. Учитесь жертвовать. Жертвуйте свою церковь, жертвуйте на дело служения, откройте свое сердце и будьте щедрыми. И тогда Божья щедрость будет изобильно изливаться в вашу жизнь, и это очень важно. В следующей передаче мы рассмотрим еще одну составляющую, святость. Она очень важна. Не пропустите следующую передачу. Спасибо, что вы были со мной. И помните, о чем говорится в книге Клисиаста 8.4, где слово «Царя» там власть. Божье Слово наполнено властью, и пусть Его силы действуют в вашей жизни сегодня. Мы с вами увидимся в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин